во всем просто надо уметь это замечать и благодарить и мы учимся как раз это делать на нашем цикле уроков который называется благодарность благодарность всевышнему и занимайте лучшие места в партере вас сейчас прям удобно представляете вообще какая какое счастье я правда из-за этого сейчас вот последнее время перестал живую выступать потому что настолько в онлайне удобно настолько в онлайне просто даты выпил кофе дома садишься и по всему миру у тебя идет трансляция все потом расставил в соцсети ютюбе есть у нас прекрасный канал спасибо всевышнему уже больше 17 тысяч подписчиков если вы еще пока не подписаны подписывайтесь если вы уже подписаны если вы помогаете то это ваш тоже канал то есть если вы партнер во игра друг во игра или спонсор во игра то в каждом просмотре есть ваше участие ваше долевое участие это как а лучший бизнес лучший бизнес то есть вы вкладываете инвестируете деньги это лучше чем вложить деньги в кока-колу потому что ну что кока-кола ну пьют люди ну а здесь у вас вы вкладываете в духовный мир то есть вы переводите деньги в духовность представляете это удивительно вообще тоже возможность которым всевышний нам дал хорошо друзья все сорок девятый урок мы подходим уже как есть сорок девять было сорок девять есть ворота духовной нечистоты есть сорок девять ступени духовной чистоты это как еврести народ когда был в египте в рабстве он был на сорок девятой ступени духовной нечистоты 50 ступень все смерть нету исчезает реальность это как черная дыра до проваливается в черную дыру нет они были на последние ступени то есть когда человек уже полностью превращается вообще он уже не видит света не видит всевышнего ничего сорок девятого не было ступень и они естественно в такой ситуации чеку плохо он плачет он рыдает он кричит всевышнему все спаси помоги не могу больше все не могу и всевышний услышал написано вторих крик и послала маша раббину маша раббину спокойно себе посовет он был очень он уже был в раю да то есть можно так сказать почему всевышнего выбрал а он уже был в районе мы вообще ничего не надо и всевышнему говорит иди выводи и он говорит я не пойду 7 дней маша раббина отказывался он говорит слушает я-то вижу что все хорошо ты бог это твой мир ты его создал ты ты им управляешь у тебя есть много кандидатуры зачем я пойду мне хорошо я пословец медитирую мне сейчас 83 года куда я пойду 80 лет ему 80 лет уже что чего пойду есть у тебя там вот зачем мне эти вода рон там а рон уже там ему 83 он у них главные он его все знают зачем мне идти бог ему говорит нет я тебе сказал идти иди маша раббина говорит ладно а как я что им скажу он говорит скажи что я тебя послал он говорит а как имя твое это очень интересно как имя твое бог говорит они и они и шары и я тот который будет я тот который будет который будет который будет вечно маша говорит а вдруг они мне не поверят ну в общем и так далее можете почитать в торе как дальше разворачивалась их беседа что было дальше но это к чему говорю что в самый вот когда они были до 49 ступени уже прям уже ниже некуда бог про них вспомнил и начинается широмолот песни восхождения они начали постепенно выходить 10 казни они вышли из рабства потом они вышли вообще полностью из едибетского рабства потом они перешли моря потом они получили тору и дарование торы это был 50 день от выхода из египта то есть 49 ступени они поднялись они вышли 49 ступени духовной нечистоты поднялись на нулевого уровень и с нулевого уровня они начали подниматься 49 ступени духовной чистоты и 50 ступени это дарование торы это уже полная связь со всевышним и в этот день будет бог один имя его едино то есть это ты уже полностью ментально интеллектуально духовно эмоционально находишься уже в раю связан со всевышним тебе уже вообще хорошо смерти нет страха нет инстинкт самосохранения ты понимаешь но это инстинкт просто и это они уже были как бы в раю вот этот мы еще 49 ступени на 49 урок если кто-то вот 49 уроков реально прошел и и именно применил то что мы изучаем то он может уже тоже почувствовать что вы уже где-то рядом уже настолько все жизненные сложности какие-то они воспринимаются по-другому уже настолько будущее окажется другим да потому что люди вот у меня есть друг он очень очень богатый очень здоровый очень сильный очень вообще все у него очень до жена ну то есть четверо детей но все у него идеально вот посмотреть на жизнь вот так вот все идеально я его спрашиваю как дела он говорит у меня очень плохие ожидания от будущего я говорю как вообще то как ну у тебя же все хорошо вот у тебя все все хорошо лучше не придумаешь но почему у тебя плохие такие ожидания от будущего он горит это моя такая натура то есть у меня вот такая натура что я всегда готовлюсь к плохому и получается что у него такая прекрасная жизнь а он вместо того чтобы кайфовать и каждый день своей жизни и верить что все будет и так же хотя бы или еще лучше почему у него основания нет вот он себе чуть-чуть он подливает дегтя все время подливает дегтя в свою бочку меда вот поэтому человек может у него все хорошо он может тоже жить в аду чеку и он может им у него быть все плохо и он может жить в раю да потому что главное это не то что происходит с тобой а главное это то как ты это воспринимаешь 40 9 урок значит говорит набрав шаломаруш веселья радость найдут они начинается так глава и приводит он отрывок из пророка и шаял был такой пророк и шаял он его пророчества особо не не изучал вообще не изучал только какие-то отрывки или то что во второй читают но известно что и шаял он был но у него тяжелая была жизнь его внук убил вообще в итоге в конце всевышний ему сказал что ты он давал такие пророчества у него было очень как сказать ну таки насколько я помню жестковатые такие пророчества он не очень хорошие вещи видел впереди хотя известно что плохое пророчество всевышний сказал она может легко отмениться то есть плохой вариант при том что участники хозру бычува раскаялись он может перевернуться на хороший хороший вариант он всегда сбудется по-любому сбудется а вот плохой может сбыться может не сбыться и шаял он у него были такие какие-то мрачноватые пророчества но здесь приводится его стих очень веселый веселья радость найдут они и удаляться печали стенания 35 глава 10 отрывок я не помню как на иврите веселья и радость найдут они удаляться печали стенания то есть вроде все очень позитивно. Веселье и радость найдут они, то есть в будущие поколения, и удаляться от них печаль и стинания. И, значит, говорит нам Рав Шаламаруш, что вот эта связка, веселье и радость найдут они и удаляться печаль и стинания, это как раз связка, которой мы должны научиться в нашей молитве. То есть он говорит, человек приходит на молитву уединенную с чем-то насущным и болезненным. В принципе, обычно когда у человека все хорошо, у него нет времени намолиться. Он хочет, чтобы у него было еще больше хорошо. Хотя надо как раз когда хорошо, в два раза больше времени уделить благодарности Всевышнему, чтобы Всевышний как раз и чтобы Всевышний как раз и сохранил хотя бы то, что ему дали. То есть это честно очень тебе дали, поблагодари. Но человек, когда ему дали, он говорит, мне дали, но не додали. Дай мне еще, дай мне еще, дай мне еще. А вдруг будет плохо. Теперь, но когда ему плохо, тогда уже чем заниматься? Ты просишь Всевышнего, помоги. И он говорит, когда приходит он на молитву с чем-то насущным, болезненным, и иногда молящийся видит все черным, без единого проблеска света. И тогда ему трудно сказать спасибо даже за те вещи, которые, несомненно, хороши. Понятно, это первая ситуация. То есть он говорит, надо вначале поблагодарить. Всегда в начале молитвы искренне и хорошо нужно найти то, что у тебя работает, то, что Всевышний как раз тебе дает. То есть у любого человека, в его ситуации есть наверняка что-то, что действительно его в этот момент радует и за что он может поблагодарить. Дальше он говорит. Если ты этого не сделал, а ты сразу перескачиваешь на молитву о недостатке или о беде, или начинаешь сразу просить, за что мне пришла эта беда, как мне совершить раскаяние, то есть есть три части молитвы. Помните? Первая часть это благодарность за хорошее, вторая часть, как он предлагает, надо благодарить за плохое, и третья часть это нужно спросить, за что пришло плохое, как мне это исправить. Это как бы то, что он нам советует. Он говорит, ну если человек ошибается, идет по другой схеме, он не благодарит за хорошее, потом сразу начинает молиться о том, что ему не хватает. И даже если он в конце спросит, за что пришла эта беда, он говорит, это неправильный путь. Нужно обязательно справиться со своей болью, прежде чем молиться о восполнении недостающего. То есть нужно взять все, что вызывает у тебя боли и печали, превратить это в радость. И как правильно? Порадоваться хорошему, чтобы наполниться вот этой силой радости. Потом нужно преследовать печали и стенания, чтобы превратить их тоже в радость. Как это сделать? Приводит он теперь из пророка Ирмияу отрывок. Есть Ишаяу, а есть Ирмияу. И там есть такой отрывок, который очень сейчас подходит к ситуации в Израиле. Это час бедствия для Якова. То есть сейчас это идет, сейчас действительно час бедствия для Якова. То есть враг хочет нас уничтожить. Многие люди в мире сумасшедшие, которые вместо того, чтобы сказать, посмотрите, это просто маньяти и сумасшедший этот Хамас, которые зашли, убивали женщин, детей, просто резали их на части и так далее. Вместо того, чтобы сказать, Хамас это просто, не просто незаконно, это просто маньяти. И прямо обратиться к Хамасу, все арабские лидеры должны были сказать, такими методами не действуют ни арабы, ни мусульмане, ни люди даже не действуют такими методами. Вместо этого они выходят на демонстрацию против Израиля. И говорит, это час бедствия для Якова, пророк Ирмияу говорил, и в нем же его избавление, и в нем же, в этом как раз моменте его избавления, потому что сейчас все позитивные, правильные люди, они пробуждаются, они объединяются, они видят, насколько в мире много обмана и зла, видят эти СМИ, которые обманывают, которые сразу же, да, вот представьте, маньяк Чикатило, он пишет, на меня напал ребенок, да, на меня напал ребенок. И Би-Би-Си, оно говорит, да, да, вот вы знаете, напал на него ребенок. Это как было с взрывом в больнице, когда просто они сами же, их же ракета взорвала, не было там 700 погибших, а было там, на стоянку упала их же ракета, несколько десятков погибших. Они написали, израильская ракета попала в больницу, 500 погибших, 700 погибших. И Би-Би-Си все это публикуют. Потом все говорят, все спецслужбы, все говорят, и они же сами признали, это их была ракета, Би-Би-Си ничего не сказала, чтобы снять вот этот вот обман, которым они ввели в дезинформацию мир. То есть мы видим, что сейчас обнажилось истинное лицо многих-многих людей, СМИ и так далее. Это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление, сказал пророк Рамьяху. Так что успокойся и подумай во время молитвы, когда к тебе пришла твоя частная какая-то неприятность. Истина в том, что все к лучшему. И помолись об обретении совершенной веры. То есть Всевышний хочет только одного, чтобы ты приблизился ко Всевышнему. Каждый из нас приблизился ко Всевышнему. Теперь, как этого добиться? Конечно, самый был бы приятный способ и для Всевышнего, и для нас, если бы мы его благодарили, прославляли, выполняли его заповеди, выполняли, почитай папу и маму, не кради, не убивай, делай суд праведный, значит, делай добро, все, но зачем нужно Всевышнему еще какое-то соединение? Он дал нам позитивные пути соединения со Всевышним и дал нам, если мы не хотим по этому пути идти, а Всевышний хочет, он хочет души человека, он хочет связи с человеком, он хочет, чтобы человек пробудил свою вот эту вот духовную связь со Всевышним, тогда Всевышнему приходится делать неприятности. И если ты это увидел в своей неприятности, если это тебя привело к молитве, то можешь сказать, что все к лучшему. И вот тут вот как раз сегодня я понял такую вещь, главную вещь, да, которая, которая была не очевидна, она была до этого, а вот тут она стала очевидной, что главное, главное, то, что человека соединяет с Богом, и то, что в принципе создает счастливую жизнь или несчастную, это вера. То есть вера, мы все живем в мире веры, мы верим в какие-то, что такое хорошо и что такое плохо, мы верим в то, что, ну есть какие-то факты, которые ученые доказали, но мы видим в каждом поколении все, что они прям доказали, передоказали, в следующем поколении приходят другие ученые, говорят, что, извините, уже мы доказали что-то другое, потом приходят третьи, говорят, извините, Но мы там уточнить хотим даже по физике, что там не все так просто, не так, как Ньютон думал, а теперь чуть по-другому. А тут квантовая физика, а тут на другом уровне они по-другому себя все ведут. То есть мы видим, что ученые это не факт. Теперь, а что является главной силой, которая двигает человека в мире, которая создает человека? Это вера. Вера создает наше отношение, что нужно действовать вот так по отношению к другим людям или по-другому. Вера в то, что если я буду двигаться к своей мечте, а что такое твоя мечта? Я верю, что когда-нибудь мне будет хорошо вот так. То есть вера это главная сила в человеке. И когда человек начинает верить в Бога, начинает верить, что все к лучшему, начинает верить в свою связь со Всевышним, верить в свою Божественную Душу, верить, то именно эта вера является самой конечной точкой. Конечной целью, ради которой вообще вся вот эта вот религия, не религия, то есть вера. Пробуждение веры, усиление веры. Теперь, если неприятность приводит к молитве, а молитва приводит к вере, значит все к лучшему. И вот об этом и надо молиться. Когда ты поверил, что все будет хорошо, в этот момент ты попадаешь в рай. Как в Тейлиме написано, что те, которые прямодушны, у них всегда будет веселье. И вот, значит, благодарение необходимо, чтобы уничтожить даже остаток боли. Нужно, значит, нужно гоняться за остатками печали и стенания и преобразовать их в радость. То есть это то, что он нам говорит, что нужно делать. То есть, понятно, да? Вот, давайте рассмотрим какой-то пример. Он тут не приводит, к сожалению, примера. Но он приводит молитву. Вот очень в конце он приводит такую важнейшую молитву. Еще раз, то, что я подчеркнул, я хочу прощать. Человек, приступающий, начинающий жить по вере, начинает испытывать сладости этого мира. То есть, когда ты понимаешь, что все, что происходит к лучшему, что Всевышний тебя любит, что все даже неприятности не нужны для того, чтобы привести тебя к вере, которая приведет к еще большим позитивным событиям. То есть, сам вот этот момент веры, он тебя внутри сразу же заводит в состояние сладости этого мира, ты начинаешь испытывать. Если есть вера, все хорошо. И нет никакого зла. Как только человек начинает жить по вере и просит у Всевышнего наставить его на путь правильной жизни, все становится прекрасно. Даже трудности, проблемы, испытания, все чудесным образом превращается в приближение ко Всевышнему. То есть, вот этот вот момент веры, когда он включается, когда ты начинаешь видеть и чувствовать, как Всевышний с тобой разговаривает, он сразу же меняет твое внутреннее состояние, твою жизнь на то, что называется райский сад, и ты начинаешь испытывать сладости этого мира. И вот он в конце приводит молитву, очень такая прям сильная молитва. Владыка мира, ты все знаешь и знаешь в точности, каково мое исправление. Моя миссия. Веди меня, учи меня, покажи мне, что делать. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед тобой, блаженство в деснице твоей вовек. Таилим. 16 Таилим, 11 отрывок. Нужно его даже читать. 16 Таилим, 11 отрывок. Все. Теперь дальше, последнее, вот сегодня то, что мы здесь рассмотрим в этой книге. Да. Отчаяние, проблема большинства людей в этом мире. Каждый человек, если он начнет улыбаться и по-настоящему радоваться, обретет решение всех своих проблем. Вера означает, что все хорошо и даже самые тяжелые препятствия человеку только во благо. И лишь когда человек верит в это, он может начать избавляться от своих проблем. Или кто-то скажет, ну вот я не верю, я верю, что неприятности мне плохо. Правильно? Молодец. Тебе плохо. Если ты в это веришь, ты прав, то все же тут же нет прав-неправ. Ты веришь, для тебя они плохо. Потому что ты веришь, что это плохо, для тебя они плохо. Но не может же быть по-другому. Другой человек, а я верю, что хорошо, что все, что меня не убивает, делает меня сильнее. Я верю, что все к лучшему. Я верю, что я пройду сейчас это испытание, мне будет вообще все хорошо. Я прямо уже жду этого. Все, молодец. Тебе хорошо. Как так? А вот так. Ты веришь, что тебе будет хорошо. Тебе уже хорошо. Ты веришь, что тебе будет плохо, тебе уже плохо. А как будет? А мы не знаем. Вообще, мы не знаем, будет как не будет. Мы не знаем. Хорошо. Значит, дальше он говорит тоже, что то, что называется неудачей, это на самом деле урок. На неудачи тоже можно научиться. Как говорили наши мудрецы, человек не устоит в законе, если не ошибется. Семь раз упадет праведник и встанет, говорил и царь Давид, и царь Самонт, а злодей один раз упадет и не встанет. Тоже из этой же серии. Праведник, он падает, и он говорит, это ередалит сорок алия, это падение для поднятия. А злодей, он упал, это падение ради падения, я упал, уже никогда не встану и не встает. Все, значит, сорок девятый урок мы в этой книге закончили. С Божьей помощью, в следующий раз у нас будет пятьдесятый урок. Мы уже пол книги прошли, я думаю, сто уроков в этой книге мы сделаем. Хорошо, теперь у нас книга вторая, практические советы. Раф Зелега Плистина «Как внедрить благодарность в жизнь». Кстати, обязательно мы в последнее время перестали записывать свои выводы после уроков, а если ты не сделал вывод, резюме, то оно все уходит. Поэтому в конце урока, пожалуйста, в комментариях и в YouTube, и в Telegram, и в Facebook напишите своих три вывода. Что вы для себя поняли, какое-то резюме, что я понял, что планирую сделать. В этом случае вы зафиксировали что-то, взяли на себя какое-то мини-обязательство что-то сделать, хотя бы маленькое, сразу же применить, и тогда это знание действительно сработало и запомнится. Я сейчас об этом вспомнил, потому что сорок девятый урок в этой книге, я сразу же выполнил его совет, сразу же выполнил его совет, и вот я поэтому его хорошо запомнил. То есть так мы знания переводим в действие. То есть знать этого мало, надо делать. Человек, который изучил теоретически, как водить машину, он не умеет водить машину. Ему нужно каждый раз изучил что-то, сел за руль, поездил. Изучил, сел за руль, поездил. То же самое с благодарностью. Изучил что-то, поблагодарил. Изучил, поблагодарил, изучил, поблагодарил. Сорок девятый урок. Keep your main focus on what your children do right. Здесь совет идет по воспитанию детей. Но если у вас нет детей, воспитывайте себя. Тоже отличная идея. Отличная идея, применять эти советы. Как, он говорит, поддерживать свой основной фокус на том, что ваши дети делают правильно. То же самое касается и себя. Он говорит, вот смотрите. Если ваш ребенок, он... Во-первых, у них написана здесь интересная вещь, что в возрасте подростковом у них включается такой период, да? Период быть ungrateful, неблагодарными. И это говорит... Это, ну, это надо понимать, что такой период есть у подростков. Но многие зависают на этом периоде всю свою жизнь. Быть неблагодарными. То есть подросток, это его бунт. Он уже не маленький, он хочет доказать, что я могу. И вот это вот я могу, оно как бы... Что я не буду принимать помощь от других. А если они мне помогают, я лучше сделаю так, как будто бы они не помогают. То есть благодарность, это признание помощи других. А подросток, он хочет быть неблагодарным, потому что он хочет доказать, что он сам может. Это такой подростковый период. Надо, кстати, в себе это отслеживать, чтобы мы же уже не подростки. Теперь он говорит, родители, которые хотят... Хотят его все-таки побудить в благодарность, Они должны не зацикливаться и фокусироваться на том, где он не благодарит. А наоборот, делать фокус внимания на том, где он да, благодарит. И именно вот эти вот моменты, проблески, искры благодарности, нужно их и усиливать. И он говорит, огромная ошибка сказать, что ты неблагодарный и так далее. Вешать вот эти ярлыки, это огромная ошибка. Нужно наоборот, замечать искры, да, вот этой вот благодарности и говорить, класс, молодец, вот видишь. Вот это вот твоя позиция, will help you live a joyful life. Позиция благодарности, она поможет тебе прожить жизнь полную радости и удовольствия. Joyful life, это когда у тебя будет много радости в жизни. Потому что, действительно, каждая искра вот этой вот благодарности, которую ты испытываешь к другим, она, если это в сторону Всевышнего, она усиливает твой связь со Всевышним, и она усиливает тот поток добра, который от Всевышнего на тебя идет. Каждая искра благодарности в сторону других людей, она усиливает тот поток добра, который другие люди готовы тебе давать. Каждая, наоборот, неблагодарная в сторону людей или Всевышнего, она прерывает поток, вы можете это проследить на себе, если вы человеку делаете добро, он неблагодарный, вам не хочется делать это добро. Если вы делаете добро, и он вас благодарит, и он ценит это искренне, то вам хочется дальше продолжать, потому что вы один раз захотели сделать добро, и плюс вы видите, насколько от этого есть хороший эффект, и вы думаете, ну классно, буду дальше делать. Хорошо, но те, кого в детстве не научили быть благодарными, или учили неправильно, потому что большинство родителей не знают, не изучают эти книги, и они идут через негатив, да, то вот ты неблагодарный, как ты можешь, там все, надеясь, что с помощью этого они сделают человека благодарными, а получается как раз наоборот. Вот, поэтому, если вас воспитывали наоборот, поблагодарите сейчас Равзеля Гоплистина, поблагодарите сейчас Равшава Маруша, платформу Ваикра, что сейчас у нас есть возможность изучить огромную-огромную невероятную силу благодарности, и ее начать применять в своей жизни, и удостоиться получить здесь прямо рай. Все, очень жду ваших, три ваших вывода, да, какой-то, напишите в комментарии, пожалуйста, что для себя вы взяли, и какое одно хотя бы действие вы сделаете, вот, исходя из этих выводов, какое-то действие, чтобы их закрепить. То есть, первое, это, что я понял, что я понял, осознал. Второе, это, как я это сейчас применю сегодня, в своей жизни, какой-то для себя сделать совет, ну, какой-то маленький такой планчик, и тут же его сделать. И когда вы это делаете, вот в этот момент вы как раз эту информацию и зацепили. Все, спасибо вам тоже огромное, что вы приходите на уроки, спасибо, что вы делитесь, спасибо, что вы поддерживаете, спасибо за то, что вы благодарите и разжигаете вот эту искру благодарности, благо, да, добро, которое мы несем в мир, и чтобы заслугу того добра, что мы несем, наступил мир в Украине, в Израиле, и чтобы злодеи были, исчезли, чтобы они или они осознали свое злодейство, что оно ужас, и бросили его, оставили, это идеальный был бы вариант. Но если они собираются и дальше делать злодейство, чтобы их не стало, это моя личная просьба ко Всевышнему. Я благодарю Всевышнего, что он всегда наказывал злодеев, наказывает и будет наказывать. Я верю, что Всевышний уничтожит все зло в мире, и добро победит, усилится. И мы с вами усиливаем добро, как сказал царь Давид, сур мира отодвинься от зла, ваосе тоф. То есть мы разжигаем огонь добра, чтобы Всевышний видел, что даже когда хорошо, люди о нем помнят. Вот мы должны прям показать Всевышнему, что мы реально помним о нем, когда нам хорошо, и благодарим его от всего сердца. Все, удачи, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok